До величественно рассекающих не было постей пока далеко, но это вопрос всего нескольких месяцев. Уже сейчас в полях под Невиномыском то тут, то там появляются точки с рабочими. Где-то уже укрепляют фундамент, где-то только бурят скважины. В рабочем состоянии башня вместе с лопастями весить будет больше 400 тонн. Удержать такую громадину, особенно с нашими ставропольскими ветрами, непросто. Для этого строители загоняют в землю вот такие сваи арматурные. 20 штук по 20 метров. Размеры внушает. Ну и держать должно крепко. Всего возведут 84 башни. Каждая выше 100 метров. Только набурение и заливку одного фундамента уходит около двух недель. И хоть зима в этом году энергетикам благоволит, готовятся к непростым временам. Мы планируем залить ориентировочно в конце мая. Это если позволят нам погодные условия, потому что ожидаются дожди у нас. В зимний период мы вошли. Петонирование будет очень сложное. И все-таки надеемся, что получится у нас. Может быть в апреле окончательно уже будут завершаться работы. Но параллельно у нас будут вестись уже и монтажные работы. Проектная мощность электростанции 210 мегаватт. Это больше 200 тысяч одновременно включенных в сеть утюгов. Первые ветряки должны заработать уже летом 2020-го. А до конца года планируют сдать всю электростанцию. Этот проект в крае будет не единственным. До 2024 года ветряная энергетика даст Ставрополью почти полтора гигаватта электричества. А за рождением новой отрасли наблюдали Никита Шишков и Иван Шаталов. Ставропольское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok